Всем привет! Продолжает смотреть картины интересных художников Андрей Жан Гийом Мартен, 1860-1943 год. Родился в Тулузе, отец его был плотником, мать имела итальянское происхождение. Мартен уговорил отца разрешить стать ему художником. Своё обучение он начал в 1877 году в школе изобразительных искусств Тулузи. Затем через два года, в 1879, переехал в Париж, где благодаря полученным ранее знаниям смог продолжить обучение в мастерской Жена Поля Лоранца. Четыре года спустя он получает свою первую медаль на парижском салоне, где еще через три года, в 1886, он провел свою первую выезд. Через год после получения своей первой медали Мартен был достойен стипендии для поездки в Италию, где он изучал работы старых мастеров, таких как Джотто и Мазаччо. Увлекся неоимпрессионизмом, но в более непринужденной манере, чем предписанной теорией. Широкие и короткие мазки его кисти отделены и параллельны. Формы и световые решения созданы в идеальном хроматизме и подчинены мысли. Его манера приближена к дивизионизму сёра. Я пользуюсь переводной википедией, зачитывая ее. В Италии он разработал свой собственный стиль, назвав его дивизионизмом, раздельной мазки кистью. Произведение в этом стиле, представленное им на Парижском салоне в 1889 году, поднесло ему золотую медаль. Однако критика определила работу как пуантилизм. В том же году он стал членом почетного легиона, написал несколько необычно больших для неоимпрессионизма картин и завоевал большое призвание, когда выставил их на персональной выставке в галерее Манчини в 1895 году. Его произведения пользовались успехом, вошли в мировую классику живописи, как неоимпрессионизм, так и символизм. В то же время, отдаляясь от тем характерным символистам, в своих пейзажах он сохранял поэтику, таинственности, атмосферы и пространство. Художник использовал одухотворение форм, как традиционных образов, так и аллегорий. Кстати, ему было поручено исполнить несколько важных росписей в Парижской эра, то еще в 1895 году, и в новом грандиозном здании Капитолия города Тулуза. В 1900 году на всемирной ярмарке он был удостоен гран-при за свою работу. Мартен прожил большую часть в Лабастет-Дюэр и умер там в 1943 году. Большая часть его работы выставлена в музее города Каор, бывшего здания епископов, в котором названо его именем. Все, всем пока, всем привет, сегодня мы немножко познакомились с Анри Жан-Гиом Мартеном, французском неомпрессионисте, пуантилисте и символисте. Смотрим картины, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok